Я помню, мне было тяжело, тяжело и трудно осознать то, что я не чувствую, не могу двигаться ногами. Это непередаваемое чувство. Если человек это не прочувствовал на себе, он это никогда не сможет понять. Всем привет, дорогие друзья, с вами Владислав, я веду свой блог о жизни и вы на рубрике «Ходил и больше не хожу». В предыдущем ролике я закончил на том, что мне сделали третью операцию, поставили металлоконструкцию, выровняли позвоночник и отправили меня домой. Так вот, после второй операции, неудачной операции, когда я перестал ходить, я не чувствовал ног совершенно. Не чувствовал ни ног, не было у меня ни движений в ногах и чувствительности в ногах тоже не было. Когда сделали третью операцию, когда прошло примерно 2 или 3 недели, после 2-3 недель у меня стала появляться и чувствительность в ногах, и движения в ногах. Я мог по чуть-чуть двигать пальцами. Отправили меня домой, значит. Приехал я домой, ходить мне нельзя было. Ходить мне нельзя было, сказали примерно, ходить можно будет только через полгода. После того, как металлоконструкция нормально в позвоночнике закрепнет и обрастет мясом. Значит, приехал я домой и начал лежать. Лежать на диване, ничего не делать. Коляски инвалидной у меня тогда еще не было. Была скукота, тлен и уныние. Проходит примерно пару месяцев, а может даже чуть больше. Я начинаю замечать, что у меня в ногах появляется спастика. Спастика – это когда мышцы сами по себе сокращаются, двигаются. Ну вот, например, я сейчас покажу на примере вам руки. Вот представьте, что у меня вместо руки нога. Вот лежит нога. И нога может просто сама двинуться. Ну, либо сократиться к себе, либо от себя. Либо просто там начать дергаться. Это называется спастика, спазмирование мышц. Обычно у людей с ДЦП, спастика, спазмирование мышц, им специально колют ботокс. И ботоксом он убирает эту спастику. У меня началась слишком сильная спастика. Я звоню своему лечащему врачу и говорю, так и так у меня началась спастика. Что нужно делать? Он сказал, давай, чувак, собирай деньги и приезжай к нам в институт на реабилитацию. Всей семьей, бабушками, дедушками, тетями, дядями мы собрали деньги, отправили меня на реабилитацию в Санкт-Петербург к институту Фреддена. Приехал я, значит. Мне делали там иглоукалывание, милостимуляцию и разные-разные процедуры. И знаете что? Я начал понемногу ходить. Только с ходунками по отделению. Там отделение было и я мог отделение метров 100, наверное, 200 и 100-200 метров я, в принципе, мог пройти с ходунками. Это был 2011 год. Лежал я в институте с 10 декабря по 20 или 25, точно я уже не помню. Время подошло к концу реабилитации. Я отправлялся домой. Отправлялся домой счастливый. Как-никак уже начал понемногу передвигаться. Приехал домой, начал передвигаться с ходунками понемногу по дому. Настает Новый год. Первое число. Первое января. Просыпаюсь я после Нового года, с утра первого января, и чувствую, что мне хреново. Решил я померить температуру. Мерю температуру, достаю градусник, смотрю, температура 39. Я просто в шоке. Не знаю, что делать. Позвоночник распух. Позвоночник болит. Спина болит. Мой горб у меня болит. У меня все текет. Подтекет. Температура 39. Я звоню своему лечащему врачу. Он говорит, вызывай скорую. Я вызываю скорую, а там начинается адовый пипец. Чтобы узнать, что было дальше, я хочу, чтобы этот ролик набрал 600 лайков. После того, как на этом ролике наберется 600 лайков, я выпускаю следующий. Уж извините. Интрига, она такая интрига. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Как всегда, желаю вам счастья, здоровья. Всего-всего самого наилучшего. Вашим близким. С вами был Владислав. Я веду соблок о жизни. Это рубрика. Ходил и больше не хожу. Всем пока-пока. И чаще улыбайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok